Человечество всегда стремилось понять, как устроен материальный мир. Мы старались найти правила и модели, определяющие качество окружающих нас объектов и их сложные отношения друг с другом и с нами. За тысячи лет все народы мира пришли к тому, что одна дисциплина содержит в себе больше всего знаний об основополагающих качествах физического мира. Это дисциплина математика. Я Маркус Дюсотой, математик. Я ищу схемы, скрытые структуры, лежащие за кажущимся хаосом и сложностью мира вокруг нас. В своем поиске схемы и порядка я опираюсь на работы великих математиков, живших до меня, представителей разных культур, чьи открытия создали язык для описания Вселенной. Я приглашаю вас в путешествие по времени и пространству, где мы проследим за развитием математики от истоков до сегодняшней сложнейшей науки. С помощью компьютерной анимации мы рассмотрим важнейшие открытия, которые позволили древним цивилизациям понять мир с математической точки зрения. Это история математики. История математики. Язык Вселенной Наш мир состоит из схем и последовательностей. Они повсюду. День сменяется ночью. Животные мигрируют по Земле в вечно новом порядке. Ландшафты постоянно меняются. Математика возникла в том числе и потому, что нам нужно было разобраться в этих естественных моделях. Главная концепция математики – пространство и количество – встроены в наш мозг. Даже у животных есть чувство расстояния и количество. Они видят, что противник превосходит числом их стаю и решают драться или бежать. Оценивают расстояние до потенциальной добычи. Знание математики – это вопрос жизни или смерти. Но только человек, приняв базовые концепции, стал строить что-то на их основе. В какой-то момент люди стали замечать закономерности, видеть связи, считать и упорядочивать окружающий мир. Так зародилась новая математическая вселенная. Это река Нил. Тысячелетиями Нил был дорогой жизни для Египта. Я приехал сюда, потому что здесь появились первые ростки математики. Люди оставили кочевнический образ жизни и начали селиться здесь за 6 тысяч лет до нашей эры. Здесь идеальные условия для земледелия. Самым важным событием в сельскохозяйственном цикле Египта был разлив Нила. Поэтому от него отсчитывали начало года. Египтяне записывали то, что происходит за определенный период. Чтобы составить календарь, надо было сосчитать, сколько дней проходит между фазами Луны или между двумя разливами Нила. Закономерность в смене сезонов была важна не только для сельского хозяйства, но и для религии. Древние египтяне, жившие по берегам Нила, считали, что разлив устраивает речной бог Хапье. В благодарность за воду, дающую жизнь, они отдавали ему часть урожая в качестве жертвоприношения. Поселения становились больше, и ими нужно было управлять. Вычислять размеры участков земли, прогнозировать урожай, рассчитывать налоги. Короче говоря, нужно было считать и измерять. Египтяне использовали размеры своего тела, чтобы измерять мир. Так родились их единицы измерения. Пять равнялась ширине ладони. Локоть длине руки от сгиба до кончиков пальцев. Землемеры фараона измеряли участки земляными локтями, полосками земли в сто локтей. В Древнем Египте развитие бюрократии очень тесно связано с математикой. Мы прослеживаем эту связь от самого возникновения системы счисления. На протяжении всей истории Египта, в период Древнего Царства, мы видим только метрологическую систему. Это меры площади, меры земли. Это указывает на то, что бюрократии нужна была эта система. Необходимо было знать, сколько земли у земледельца, чтобы взимать с него налог, или чтобы он мог требовать компенсации, если Нил смыл часть его участка. А значит, землемерам фараона часто приходилось измерять неправильные участки земли. Именно необходимость решать такие практические задачи сделала их первыми математиками. Египтянам нужно было как-то записывать результаты вычислений. Я попытался найти среди множества иероглифов, покрывающих туристические сувениры Каира, те, что обозначают первые в истории цифры. Обнаружить их было трудно. Но я это сделал. Египтяне пользовались десятичной системой, потому что на руке 10 пальцев. Черта означала единицу. Пяточная кость — 10. 100 — веревочное кольцо. И 1000 — цветок лотоса. Сколько стоит футболка? 25 египетских фунтов. 25? Две кости и пять черточек. А за это вы ничего не возьмете? А за это миллион. Миллион? Ну нет. Один миллион. Миллион? Многовато. Иероглифы выглядят красиво, но у египетской системы счета был крупный недостаток. В ней не было концепции разрядов. Одна черта могла означать только один предмет, а не сто или тысячу. Хотя миллион можно выразить одним символом, а не семью, как мы. Но чтобы написать миллион минус один, бедный египетский писец выводил девять черточек, девять косточек, девять колец и так далее. Всего 54 символа. Несмотря на недостатки этой системы, египтяне прекрасно решали задачи. Мы знаем об этом из немногих уцелевших записей. Египетские писцы записывали свои математические открытия на кусках папируса. Хрупкий материал, сделанный из тростника, со временем разлагался, и с ним гибло много секретов. Но один важный документ уцелел. Математический папирус Ринда – самый важный источник сведений о египетской математике. Мы получаем хорошее представление о том, с какого рода задачами имели дело египтяне. Мы также наглядно видим, как они умножали и делили. Папирус показывает, как умножить друг на друга два больших числа. Но для иллюстрации этого метода мы возьмем числа поменьше. Умножим 3 на 6. Песец берет первое число 3 и помещает в одну колонку. Во второй колонке ставится число 1. Затем числа в каждой колонке удваиваются. 3 превращается в 6. 6 в 12. А во второй колонке 1 превращается в 2, а 2 в 4. Теперь главный фокус. Песец хочет умножить 3 на 6. Он берет степени 2 во второй колонке и складывает 2 и 4. Получается 6. Теперь он возвращается к первой колонке и берет ряды, соответствующие 2 и 4. Это 6 и 12. Он складывает их и получает ответ. 18. Но самое удивительное в этом методе то, что Песец, по сути, записал второе число в двоичном коде. 6 – это 1х4, 1х2 и 0 единиц. То есть 1-1-0. Египтяне поняли значимость бинарного кода за 3000 лет до математика и философа Лейбница. Сегодня весь технологический мир основан на принципах, существовавших в Древнем Египте. Папирус Ринда написан в 1650 году до нашей эры писцом Ахмесом, и его задачи связаны с повседневными вычислениями. В нескольких задачах речь идет о хлебе и пиве, что неудивительно. Египетским рабочим платили едой и напитками. Нужно решить, как поделить 9 лепешек на 10 человек, чтобы обойтись без драки. У меня здесь 9 лепешек. Я беру 5 из них и режу пополам. Конечно, 9 человек могут отделить 10-ю часть от своей лепешки и отдать эти крошки 10-му. Но египтяне нашли более элегантное решение. Берем остальные 4 и делим на 3-е. Но 2 из этих третей я разрежу на 5 частей. Каждая по одной пятнадцатой. Теперь каждый получит одну половину, одну треть и одну пятнадцатую. Именно из таких, на первый взгляд, чисто практических задач развелась абстрактная математика. Внезапно на сцену вышли новые числа — дроби. И скоро египтяне начали их исследовать. Дроби имеют практическое значение для деления товара при торговле. Чтобы регистрировать эти сделки, египтяне придумали способ записывать эти новые числа. Одно из старейших изображений дробей — иероглиф, имевший огромное мистическое значение. Это глаз гора. Гор был богом древнего царства и изображался как получеловек, полусокол. По легенде, отца гора убил его второй сын, Сет. Гор вознамерился отомстить убийце. Во время одной особо яростной схватки Сет вырвал глаз у гора, разорвал на части и рассеял их по Египту. Но боги были на стороне гора. Они собрали кусочки и заново склеили глаз. Каждая часть глаза представляет собой дробь, вдвое меньшую предыдущей. Когда-то глаз был целым. После сборки в нем не хватает 1,64. Хотя египтяне остановились на 1,64, картинка подразумевает добавление новых, вдвое меньших дробей. Сумма становится все ближе к единице, но никогда ее не достигнет. Это первый намек на так называемую геометрическую прогрессию, которая несколько раз встречается в папирусе Ринда. Но концепцию бесконечных прогрессий открыли азиатские математики много веков спустя. Создав систему чисел, включая и дроби, египтяне могли применить свои знания, чтобы понять формы, встречавшиеся им в повседневной жизни. Эти формы редко были правильными квадратами и прямоугольниками. В папирусе Ринда мы видим более органичную форму — круг. Самое удивительное в этом расчете площади круга — его точность. Как они додумались до этого метода, неизвестно, так как в текстах не описан метод вычислений. Этот расчет особенно удивителен тем, что основан на приведении круга к формам, которые египтяне уже хорошо понимали. Папирус Ринда утверждает, что круг с диаметром в 9 единиц близок по площади к квадрату со стороной 8. Но как они нашли это соотношение? Моя любимая теория, что ответ кроется в древней игре Манкала. Доски для Манкала были найдены на крышах храмов. Каждый игрок начинает с равным числом камней. Цель игры — провести их через доску, попутно захватывая камни противника. Пока игроки сидели в ожидании своего хода, кто-то из них, наверное, заметил, что иногда камни очень плотно заполняют круглые ямки в доске для Манкалы. Он мог попробовать сделать эти круги побольше. Может быть, он заметил, что 64 камня квадрат восьми могут составить круг с диаметром в девять камней. Передвигая камни, круг можно было свести к квадрату. А поскольку площадь круга равна π, умноженному на квадрат радиуса, египетские расчеты дают первое точное значение π. Площадь этого круга — 64. Разделите его на квадрат радиуса, в этом случае 4,5 в квадрате, и получится π. 64, деленное на квадрат 4,5, дает 3,16, всего на 0,02 больше истинной величины. Но самое гениальное то, что египтяне использовали маленькие фигуры для расчета площади больших фигур. Есть еще один величественный символ египетской математики, который мы пока не упомянули — пирамиды. Я столько раз видел их изображения, что не думал, что они могут меня поразить. Но увидев их воочию, сразу понимаешь, почему они считаются одними из семи чудес света. Они просто изумительны. И насколько прекраснее они были в те дни, когда их стены были гладкими, как стекло, и отражали и лучи Солнца. Мне кажется, будто под песком прячутся зеркальные отражения пирамид, довершая их до идеально симметричных октаэдров. Иногда в дрожащем мареве пустынного жара ты словно бы видишь их очертания. Именно этот намек на скрытую симметрию производит такое глубокое впечатление на математика. Пирамиды чуть-чуть не дотягивают до идеальной формы, но некоторые считают, что зато в пропорциях Великой пирамиды таится другая важная математическая концепция — золотое сечение. Две стороны составляют золотое сечение, если отношение длинной к короткой равно отношению их суммы к длинной стороне. Это соотношение связано с идеальной пропорцией, встречающейся в природе повсюду, как и в работах художников, архитекторов и дизайнеров. Знали ли создатели пирамид об этой важной математической идее? Или их инстинктивно привлекала заключенная в ней красота? Этого мы никогда не узнаем. Для меня самое замечательное в пирамидах — это блестящие математические расчеты их строителей, включая первый намек на одну из величайших теорем древнего мира — Пифагорову. Чтобы добиться идеально прямых углов в зданиях и пирамидах, египтяне использовали веревку с узлами. В какой-то момент египтяне поняли, что если взять треугольник со сторонами в 3, 4 и 5 узлов, то получится идеальный прямой угол. Дело в том, что квадрат 3 плюс квадрат 4 равно квадрату 5. Получается правильный Пифагоров-треугольник. Любой треугольник, чья сторона находится в таком соотношении, даст угол в 90 градусов. Но я уверен, что египтяне не выводили такого обобщения из своего треугольника 3, 4, 5. Мы не ожидаем найти общее доказательство, потому что это не в духе египетской математики. Каждая задача решалась для конкретных чисел, и если в конце проводилась проверка, она основывалась на результате и этих конкретных числах. В египетских математических текстах нет общих доказательств. Только через 2000 лет греки и Пифагор доказали, что прямые углы имеют определенные свойства. Это была не единственная математическая идея, угаданная египтянами. В московском папирусе, которому 4000 лет, мы находим формулу объема усеченной пирамиды. Первый пример ее вычисления. Можно предположить, что в египетской культуре с ее знаменитыми пирамидами такие задачи встречались сплошь и рядом. Вычисление объема усеченной пирамиды один из самых сложных примеров в египетской математике по нашим современным стандартам. Архитекторам и инженерам нужна была такая формула, чтобы узнать, сколько материалов нужно для постройки. То, что они нашли такой изящный метод, говорит об изощренности египетской математики. Чтобы понять, как они нашли свой метод, начнем с пирамиды, вершина которой находится точно над одним из углов. Если сложить три таких вместе, получится прямоугольный блок. Значит, объем скошенной пирамиды равен третьей объема блока. Это высота, умноженная на длину и ширину и деленная на три. Следующий аргумент демонстрирует первые признаки алгебры. За тысячи лет до того, как Готфрид Лейбниц и Исаак Ньютон создали теорию. Допустим, мы разрежем пирамиду на части. Их можно затем сдвинуть и получить более симметричную пирамиду, как в Гизе. Но объем пирамиды не изменился при перемещении слоев. Значит, формула верна и здесь. Египтяне были замечательными новаторами. Их способность творить новую математику поразительна. Они открыли силу геометрии и чисел и сделали первые шаги к удивительным математическим открытиям. Но была другая цивилизация, соперничавшая с Египтом, и о ее открытиях мы знаем больше. Это Дамаск. Ему пять тысяч лет, но он по-прежнему полон жизни. Он был самым важным пунктом торговых путей, соединявших Месопотамию с Египтом. Вавилоне не владели большей частью современного Ирака, Ирана и Сирии с 1800 года до нашей эры. Чтобы расширять империю и управлять ею, они стали мастерами в обращении с цифрами. Например, их кодексы говорят нам о том, как было устроено их общество. Больше всего нам известно о песцах, людях, владевших грамотой и счетом, которые вели счета для богатых семейств, храмов и дворцов. Школы песцов существовали с 2500 года до нашей эры. Подающих надежды песцов посылали туда еще детьми, и они учились считать, писать и работать с числами. Записи велись на глиняных табличках, что позволяло вавилонинам управлять своей империей и развивать ее. Но многие известные нам таблички не документы, а детские упражнения. Именно они дали нам драгоценные сведения о подходе вавилонин к математике. Это учебник геометрии XVIII века до нашей эры. Как вы видите, здесь много рисунков, и под каждым рисунком текст условия, изображенные там задачи. Например, здесь сказано, я нарисовал квадрат со стороной 60 единиц, и внутри него 4 круга. Какова их площадь? Вот эта табличка была создана по крайней мере на тысячу лет позже, чем та, но они связаны любопытным образом. Здесь тоже в квадрат вписаны 4 круга, но это не учебник, а упражнение для учеников. Это образец решения для взрослого писца, обучающего детей. Как и египтян, вавилонин интересовали практические задачи, связанные с измерениями и взвешиванием. Вавилонские решения этих задач записаны в виде математических алгоритмов. Песец просто следовал ряду инструкций, чтобы получить результат. Вот пример задач, которые они решали. Я взял несколько палочек корицы, но не собираюсь их взвешивать. Вместо этого я возьму 4 таких пучка и положу на весы. Теперь я добавлю 20 джинов. Это древневавилонская мера веса. Я беру половину всего этого и снова добавляю на чашу. Получилось 2 пучка и 10 джинов. Все это вместе равно одной мане. Одна мана — это 60 джинов. Это одно из первых уравнений в истории. Вес этой чаши равен одной мане. Сколько весит пучок палочек корицы? Без всякой алгебры они могли оперировать количествами, чтобы доказать, что палочки корицы весят 5 джинов. Вот за такие-то задачки многие не любят математику. Можете винить вавилонин за головоломные задачи, которые решали в школе. Но древние вавилонские песцы щелкали их, как орешки. Интересно, что они основывались не на степенях 10, как египтяне, а на степенях 60. Система счисления вавилонин, как и египетская, была основана на пальцах. Но вавилонин они не считали пальцы десятками. Они придумали гораздо более интригующий метод. Они использовали 12 суставов одной руки и 5 пальцев другой, чтобы умножить 12 на 5 и получить 60, то есть 60 разных чисел. Например, это число два разряда по 12, то есть 24 плюс 1, 2, 3, 4, 5, и получилось 29. Но у числа 60 есть еще одно важное свойство. Его можно делить на множество чисел. Вот 60 бобов. Я могу уложить их в два ряда по 30, 3 по 20, 5 по 12, или 6 по 10. Делимость 60 делает это число прекрасной основой для арифметики. Шестидесятиричная система была так удобна, что мы сейчас используем ее элементы. Когда мы хотим узнать время, мы делим его на 60 единиц. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе. Но самой важной чертой вавилонской системы было присутствие разрядов. Так же, как десятичные цифры выражают, сколько десятков, сотен или тысяч вы хотите записать, вавилонские разряды выражают, сколько раз по 60 вы взяли. Вместо того, чтобы изобретать новые символы для больших чисел, они пишут 1, 1, 1, чтобы получить число 3661. Катализатором этого открытия было стремление вавилонин описать звездное небо. Вавилонский календарь был основан на лунных циклах. Им нужно было записывать астрономические большие числа. Эти циклы записывались месяц за месяцем, год за годом. Примерно с 800 года до нашей эры велись списки лунных затмений. Вавилонская система мер была довольно сложной. У них была система угловых измерений 360 градусов в полном круге. Каждый градус делился на 60 минут. Минута делилась на 60 секунд. То есть у них была система измерений, идеально соответствующая их системе чисел. Она подходила не только для наблюдений, но и для вычислений. Но чтобы справляться с такими огромными числами, вавилонинам нужен был новый символ. Придумав его, они подготовили почву для величайшего открытия в истории математики — нуля. В древнем Вавилоне, чтобы отметить пустое место в середине числа, просто оставляли пробел. Им нужно было как-то изобразить ничто в середине числа. Нужно было что-то вроде знака припинания. В середине числа он символизировал нуль. Таким образом, нуль впервые появился в математической вселенной. Но прошло больше тысячи лет, прежде чем этот знак стал самостоятельным числом. Создав такую замысловатую систему чисел, они использовали ее, чтобы освоить дикие, негостеприимные земли Месопотамии. Вавилонские инженеры и землемеры нашли интересный способ, как добраться до воды и направить ее на поля. И в этом им снова помогла математика. Долина Оронтес в Сирии по-прежнему сельскохозяйственный центр и старые методы ирригации используются сегодня, как тысячи лет назад. Многие вавилонские математические задачи связаны с измерением Земли. Здесь мы впервые видим использование квадратных уравнений, одного из величайших наследий вавилонских математиков. В квадратных уравнениях неизвестные величины, которые вы хотите найти, умножены сами на себя. Мы называем их квадратными, потому что они дают площадь квадрата, и при измерении площадей Земли эти уравнения возникают естественным образом. Вот типичная задача. Если площадь поля равна 55 единицам и одна его сторона на 6 единиц больше другой, какова длина короткой стороны? Для решения вавилоняне преобразовывали поле в квадрат. Отрежем три единицы от края и передвинем. Не хватает куска 3 на 3. Давайте его добавим. Площадь поля увеличилась на 9 единиц. Получилась новая площадь 64, так что сторона квадрата равна 8. Математик знает, что добавил 3 с этой стороны, значит первоначальная длина 5. В это трудно поверить, но это одно из первых квадратных уравнений в истории. В современной математике я бы решал эту задачу с помощью символического языка алгебры. Достижение вавилонян заключается в том, что они находили ответ с помощью этих геометрических игр, без символов и формул. Вавилонянам нравилось решение задач как таковой. Они обожали математику. Вскоре любовь вавилонян к математике проникла и в их досуг. Они были страстными игроками. Вавилоняне и их потомки играют в нарды больше пяти тысяч лет. Вавилоняне играли в настольные игры. На роскошных досках, найденных в царских гробницах, на маленьких досочках в школах, на досках у входа во дворец. Наверное, так охранники боролись со скукой. Для определения ходов они использовали кости. Игроки на досуге использовали цифры, чтобы перехитрить противника, быстро производя расчеты в уме. Они занимались вычислениями в свободное время и даже не считали их тяжким трудом. А теперь я попробую. Я сто лет не играл в нарды, но надеюсь, математика даст мне шансы на выигрыш. Ваш ход? Шесть. И мне нужно что-то передвинуть. Все казалось сложнее, чем я думал. А это еще что? Да, что-то я... Это один, а это два. Да, вы попали. Так что у меня нет хода, мне некуда ходить. Да, это и вы сходить не сможете. О боже. Вот так-то. Похоже, вы... Три, четыре. Мои противники, как древние вавилонени, были мастерами тактической математики. Сдаюсь. Ладно. Спасибо за игру. Вавилонени одна из первых культур, в которых использовались простые математические фигуры, чтобы сделать кости. Но ведутся жаркие споры по поводу того, они ли обнаружили секреты другой важной фигуры, прямоугольного треугольника. Мы уже видели у египтян треугольник со сторонами три, четыре, пять. Но вавилонени гораздо больше знали об этой фигуре и ей подобных. Это самая знаменитая и самая спорная табличка. Она называется Плимптон 322. Многие математики считают, что она доказывает, что вавилоненом был известен закон о прямоугольных треугольниках квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов задолго до того, как его открыли греки. Эта копия вероятно самой известной таблицы Плимптон 322. Эти числа отражают ширину или высоту треугольника. Если это гипотенуза, вторая сторона будет здесь. Квадрат этой колонки плюс квадрат числа в этой колонке равен квадрату гипотенузы. Они расположены по убыванию угла в строгом порядке, что показывает, что автор понимал последовательность чисел. Там было 15 идеальных пифагоровых треугольников со сторонами, равными целым числам. Возможно, именно вавилоне не были первыми, кто использовал теорему пифагора, и многие поколения историков склоняются именно к этой версии. Но три колонки чисел соответствующих теореме могут иметь более простое объяснение. Это не систематическое выражение триад пифагора. Просто учитель математики делал сложные расчеты, чтобы получить очень простое число и составить задачу на прямоугольные треугольники для своих учеников. В этом смысле триады пифагора появляются здесь случайно. Самые ценные свидетельства об их знаниях могут оказаться в другом месте. Этой табличке со школьными задачами 4000 лет, и из нее видно, что знали вавилонине о прямоугольных треугольниках. В ней по принципу теоремы пифагора найдена величина потрясающего нового числа. По диагонали записано довольно точное значение квадратного корня из двух, что доказывает, что оно было хорошо известно даже школьникам. Почему это так важно? Потому что корень из двух, как мы сейчас говорим, иррациональное число, то есть записанное в десятичной и даже шестидесятиричной системе, оно бесконечно. цифры после запятой не кончаются. Из этого вытекает очень многое. Во-первых, вавилонине кое-что знали о теореме пифагора за тысячу лет до самого пифагора. Во-вторых, они могли вычислить эту величину до четвертого знака, что говорит о развитой арифметике и стремлении к математической точности. Математические достижения вавилонин поразительны. Около двух тысяч лет они были лидерами интеллектуального прогресса в древнем мире. Но когда их империя начала терять свою силу, то же произошло и с интеллектуальной мощью. К 330 году до нашей эры греческая цивилизация расширилась до границ древней Месопотамии. Это Пальмира в Центральной Сирии, некогда великий город, основанный греками. Чтобы создавать такие геометрические совершенные постройки, нужны математические знания. Как и вавилонине, греки страстно любили математику. греки были мудрыми колонизаторами. Они брали все лучшее от завоеванных цивилизаций, чтобы увеличить свою силу и влияние. Но вскоре они и сами начали развивать науки. На мой взгляд, их главное достижение состояло в изменении подхода. То, что они создали, влияло на человечество еще много веков. Они дали нам силу доказательства. Они каким-то образом пришли к дедуктивной системе математики. Типичная дедуктивная система начинается с аксиом, которые принимаются за истину. Вы как бы принимаете теорему без доказательств. Затем с помощью логических методов и этих самых аксиом вы доказываете теоремы. А с помощью этих теорем доказываете новые теоремы. И так все идет по нарастающей. Доказательства то, что придает математике силу. Именно благодаря им открытие древних греков сегодня так же актуальны, как две тысячи лет назад. Чтобы узнать больше, мне пришлось отправиться в самое сердце империи древних греков. Я всегда считал греческих математиков героями и романтиками. Я еду на остров Самос, который находится в километре от берегов Турции. Он стал символом зарождения греческой математики благодаря легенде об одном человеке. Его зовут Пифагор. Легенды, окружающие его личности труды за последние две тысячи лет, сделали его знаменитостью. ему приписывают справедливо или нет начало превращения математики из инструмента бухгалтерии в сегодняшнюю аналитическую науку. Пифагор противоречивая фигура. Поскольку он не оставил математических трудов, многие сомневаются, он ли создал приписываемые ему теоремы. он основал школу на Самосе в шестом веке до нашей эры, но его учения считали подозрительным а пифагорейцев странной сектой. Существуют свидетельства о школе пифагорейцев. Они могут напоминать скорее секту, чем философскую школу, потому что их объединяли не только идеи, но и образ жизни. Возможно, они жили в коммуне, и, вероятно, все были вовлечены в политику. И что особенно необычно для древнего мира, среди них были женщины. Имя пифагора связывает с тем, что не удалось египтянам и вавилонинам с пониманием законов прямоугольного треугольника. Теорема пифагора утверждает, что если взять любой прямоугольный треугольник и построить квадраты на его сторонах, площадь большего из них равна сумме площадей меньших. Для меня математика родилась именно в этот момент, и широкий пролив отделил ее от других наук. Доказательство настолько же просто, насколько и поразительно. Поместим четыре прямоугольных треугольника на эту поверхность. Квадрат, который вы видите, имеет стороны, равные гипотенузе. Передвигая треугольники, мы видим, как можно разложить площадь большого квадрата на сумму двух меньших квадратов, чьи стороны представляют меньшие стороны треугольника. Другими словами, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Теорема Пифагора. она иллюстрирует одну из характерных для греческой математики особенностей. Тягу к красивым геометрическим аргументам вместо опоры на числа. Пусть Пифагор оказался в опале, и авторство многих его достижений поставили под вопрос. Но есть одна математическая теория, которую мне не хочется у него отнимать. Она относится к музыке и открытию гармонических рядов. По легенде, проходя как-то мимо кузницы, Пифагор услышал стук молотов и заметил, что их звук находится в полной гармонии. Он решил, что должно быть какое-то объяснение тому, что эти ноты так приятно звучат. Ответ дала математика. Экспериментируя со струнным инструментом, Пифагор обнаружил, что интервалы между гармоничными нотами всегда равны отношениям целых чисел. Вот как он, возможно, вывел эту теорию. Сначала сыграем ноту на открытой струне. Теперь зажмем ее посередине. Нота звучит почти так же. На самом деле она выше на октаву, но связь настолько сильна, что мы называем эти ноты одними именем. Теперь возьмем треть длины. Мы получим новую ноту, гармоничную с первыми двумя. Но если взять длину струны, не являющуюся отношением целых чисел, получится диссонанс. По легенде, Пифагор был в таком восторге от открытия, что решил, что вся Вселенная основана на числах. Но мировоззрению Пифагора и его последователей был брошен вызов, основанный на теореме, которая носит его имя. Согласно легенде, один из его учеников, математик Гиппос, захотел найти длину гипотенузы треугольника, катеты которого равны единице. по теореме Пифагора гипотенуза должна быть равна числу, чей квадрат составляет два. Пифагорейцы считали, что ответом будет дробь, но когда Гиппос попытался выразить ее, то это ему не удалось. Со временем он понял свою ошибку. Она заключалась в самой идее, что длина гипотенузы равна дроби. Квадратный корень из двух это то самое число, которое вавилоняне записали на ельской табличке. Но они не поняли в чем особенность этого числа. Это понял Гиппос. Число было иррациональным. Открытие нового числа и других подобных ему аналогично открытию нового континента или нового вида. Но иррациональные числа не укладывались в мировоззрение пифагорейцев. Позднейшие толкователи греческой истории утверждают, что Пифагор взял со своей секты обет молчания. Но Гиппос проболтался про свое открытие, за что его немедленно утопили. Но подавить математическую мысль не так-то просто. По всей Греции появились философские и научные школы, основанные на этой идее. Самый знаменитый из них была Академия. Платон основал эту школу в Афинах в 387 году. Хотя сегодня мы воспринимаем его как философа, он был одним из отцов математики. Платон восхищался пифагорейскими идеями и считал математику основой познания. Кои-кто считает, что Платон вероятно самая влиятельная фигура в нашем восприятии греческой математики. Он утверждал, что математика важная отрасль знания, связанная с реальностью. Познавая математику, мы познаем реальность. В своем диалоге Тимей Платон выдвигает тезис, что геометрия ключ к тайнам Вселенной. Ученые сейчас разделяют эту точку зрения. Значение, которое Платон придавал геометрии, выражено в табличке, висевшей на Академии. Не знающим геометрии вход воспрещен. Платон предположил, что Вселенную можно облечь в форму пяти правильных симметричных фигур. Эти фигуры, которые мы называем телами Платона, состояли из правильных многоугольников, объединенных в трехмерные симметричные объекты. Тетраэдер символизировал огонь. Экосайдер, состоящий из 20 треугольников, представлял воду. Куб — землю. Восьмигранный октаэдер — воздух. А пятое платоново тело додекаэдер из 12 пятиугольников представляло собой взгляд Платона на Вселенную. Теория Платона имела громадное значение и на протяжении полутора тысяч лет вдохновляла математиков и астрономов. Вдобавок к открытиям Академии триумфы математики происходили и на окраинах Греческой империи, основанные на математических достижениях не только греков, но и египтян. Александрия стала центром математического искусства в третьем веке до нашей эры при Птолемее. Ее знаменитая библиотека вскоре могла поспорить своей славой с Академией Платона. Александрийские цари охотно покровительствовали искусством, культуре, технологии, математике и грамматике, потому что культурные достижения повышали престиж правителя и доказывали его величие. Древняя библиотека с ее драгоценными книгами была уничтожена в VII веке, когда мусульмане завоевали Египет. Но ее дух живет в новом здании. Сегодня библиотека остается оплотом открытий и учености. Математики и философы истекались в Александрию, ведомые жаждой знаний и стремлением к совершенству. За всегда таями библиотеки были первые профессиональные ученые, люди, которым платили за преданность науке. Но мой кумир среди всех этих первооткрывателей — загадочный греческий математик Эвклид. Мы мало знаем о жизни Эвклида, но самых больших успехов он добился как летописец математики. Около 300 года до нашей эры он написал самый важный учебник всех времен — «Начало». В началах мы находим кульминацию революции в математике, свершившейся в Греции. Книга строится на ряде математических допущений — аксиом. Например, что между любыми двумя точками можно провести прямую. На этих аксиомах строятся логические дедукции и выводятся математические теоремы. Начало содержит формулы для вычисления объема конусов и цилиндров. Доказательства, касающиеся геометрических прогрессий, совершенных и простых чисел. Высшая точка начал — доказательство, что тел Платона только пять. Для меня эта последняя теорема воплощает силу математики. Одно дело построить пять симметричных тел и совсем другое дать несокрушимое доказательство того, что шестое невозможно. Начало похоже на увлекательный логический детектив. Но над этой историей время невластно. Новые поколения опровергают прежние теории, но теоремы начало так же верны сегодня, как две тысячи лет назад. Если задуматься, это действительно потрясающе, это те самые теоремы, которые мы преподаем. Может быть, мы подаем их немного иначе или организуем их по-другому. Но эвклидова геометрия по-прежнему верна, даже в высшей математике. Переходя к более высоким измерениям, мы по-прежнему используем эвклидову геометрию. Александрия вдохновляла древних ученых, и слава эвклида привлекала в Александрийский порт энергичных молодых интеллектуалов. Среди математиков, наслаждавшихся интеллектуальной атмосферой Александрии, был и Архимед. Ему суждено было стать математическим пророком. Лучшие греческие математики всегда стремились расширить границы возможного. Архимед добился всего, чего мог, с многоугольниками и телами. Затем от них он перешел к центру тяжести, к спиралям. Это стремление все математизировать я считаю его главным достижением. Одной специальности Архимеда были орудия массового уничтожения. Они использовались против римлян, вторгшихся в его родные Сиракузы в 212 году до нашей эры. Он также создал зеркала, которые собирали солнечные лучи, чтобы поджигать римские корабли. Но для Архимеда все это были лишь геометрические забавы. Он метил куда выше. Архимеда привлекала чистая математика. Он верил в математику ради математики, а не ради низменных задач инженерии или получения прибыли. Одно из его лучших исследований чистой математики — формула для вычисления площадей правильных фигур. Архимед использовал фигуры, которые он уже понимал, чтобы разобраться в новых. Например, чтобы вычислить площадь круга, — он вписывал в него треугольник. Затем, удваивая число сторон треугольника, он все больше приближал его к окружности. Иногда мы называем окружность многоугольником с бесконечным числом сторон. Вычисляя площадь круга, Архимед по сути получил число π, самое важное число в математике. Однако больше всего Архимед преуспел в вычислении объемов твердых тел. Он нашел способ расчета объема сферы, разрезав ее и приведя каждый фрагмент к цилиндру. Затем он сложил объем цилиндров и получил примерный объем сферы. Но его гениальная идея заключалась в том, чтобы делать фрагменты все тоньше и тоньше. В бесконечном приближении получается точная величина. Но страсть к математике в итоге и погубила Архимеда. Архимед решал задачу об окружностях, чертя рисунки на песке, когда к нему обратился римский солдат. Архимед был так увлечен задачей, что попросил дать ему закончить теорему. Но римлянина не волновали задачки, и он убил Архимеда. даже перед лицом смерти Архимед не предал свою любовь к математике. К середине первого века до нашей эры римляне крепко держали за горло греческую империю. Их меньше волновала красота математики, а больше ее практическое применение. Прагматический подход стал провозвестником начала конца Александрийской библиотеки. Но одному математику было суждено хранить наследие древних греков. Гепатия была уникальной фигурой, женщина-математик и язычница в христианской римской империи. Гепатия была авторитетной и влиятельной фигурой своего времени. У нее было множество учеников и последователей. Она имела политическое влияние в Александрии. Именно сочетание ее учености и репутации сделало ее такой ненавистной для христиан. Однажды утром во время поста толпа христиан выволокла гепатию из колесницы и притащила в церковь. Там ее пытали и жестоко убили. Драматическая история ее жизни и смерти волновала многие поколения. К несчастью, культ ее личности затмил ее математические достижения. Она была блестящим учителем и теоретиком и ее смерть нанесла последний удар греческой математической школе в Александрии. Мое путешествие помогло мне открыть для себя энтузиазм и новаторство первых математиков мира. Открытие этих первопроходцев из Египта Вавилона и Греции создали основы на которых сегодня покоится это.